В эфире телеканала Юрган программа Крик, криминал комментарий в студии Таисия Шляхтина. Здравствуйте, вот главные темы выпуска. Громкий финал, точку в деле Анаде Касевой поставил сегодня Верховный суд Коми. Война с крокодилом, очередной дезаморфиновый притон ликвидировали наркополицейские воркуты. Дамские уловки. Пьяные автоледи Сыктывкара оказались в списках нарушителей дорожного спокойствия. Сегодня Верховный суд Коми вынес приговор 24-летнему Константину Субботину. Жителя Эжева обвиняли в истязании и убийстве малолетней девочки Наде Касевой. Вопиющий факт детского насилия в семье неожиданно получил широкий общественный резонанс. Гособвинение требовало фигуранту пожизненного заключения. Сам подсудимый вину признавал лишь частично. Репортаж Егора Ильченко. С 7-го числа вечера, когда ребенок кушал, я носил его в голову, от чего он упал со стула. После я взял его с заворот и бросил в стены. После чего все успокоились. Она получила удары головы. Это финал трагедии, которая началась весной прошлого года в Эжвинском районе Сыктывкара. Именно тогда Виктория Зюзева, мать двухлетней девочки Наде, решила переселиться на жилплощадь своего бойфренда Константина Суботина. Вскоре на теле ее дочери стали появляться синяки и ссадины. Первой тревогу забила бабушка ребенка Оксана. В апреле, увидев внучку, она заметила. Девочка сильно избита и отвезла малышку в травмпункт. Медики сообщили о побоях малышки в полицию. Одновременно бабушка после оказания медицинской помощи обратилась в управление опеки и попечительства города Сыктывкара с заявлением о лишении родительских прав матери. И одновременно указала, что отец девочки фактически самоустранился от ее содержания и воспитания. И никакого участия в жизни девочки не принимает. Органы опеки порекомендовали бабушке. Тогда за нанесение побоев ребенку в отношении Суботина возбудили уголовное дело. А маленькую Надю отправили к прабабушке в село Подельск Карткировского района. Ребенка-то привезли, а ребенок у нас совсем другой, пуганый. Синяки с этим зеленью просвечивали на скула до конца моя. Очень выявлялось этих мужчин невозможно было успокоить. Мужчин, которые в кампляжных костюмах-то ходят. Но за те побои Суботин уголовного наказания избежал. Летом 2014-го дело прекратили за примирением сторон. Родной отец избитой девочки и ее мать заявили, претензий к истязателю не имеют. До осени и правоохранители, и органы опеки про судьбу девочки забыли. До 10 октября. В этот день в очередной раз избитая Надя Касева умерла в реанимации Эжвинской больницы. Сожителя матери арестовали. Причем мать, когда все это произошло, встала не на защиту, а ребенка. Она предприняла все для того, чтобы найти адвоката своему сожителю. Как потом рассказал Суботин на допросе, девочку в воспитательных целях он избивал регулярно. Суботин систематически в период всего совместного проживания с гражданкой Зюзевой наносил побои малолетней Касевой. Вот это он делал и в состоянии алкогольного опьянения, и когда в состоянии алкогольного опьянения находился, это в целом с его слов происходило один-два раза в неделю. Верховный суд Коми признал Константина Суботина виновным в систематическом истязании девочки и в умышленном убийстве и приговорил его к 23 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. На очереди судебные вердикты в отношении матери погибшей малышки. Не останется без должной оценки служителей Фемиды и без действия должностных лиц органов опеки и попечительства Ежвинского подразделения по делам несовершеннолетних. Им тоже предстоит выслушать приговор. В Иркуте продолжают воевать с крокодилом. Напомним, что именем хищной рептилии наркоманы называют кустарный дизаморфин. Как известно, с 2012-го после запрета свободной продажи лекарств притонов в России стало меньше в разы. Но проблема до конца все равно не решена. Наркоманы находят лазейки и все же добывают нужные им таблетки, из которых получают дешевый ядовитый дурман. Репортаж Эдуарда Гушуева. Бензином-то как несет? Холодильник называется. А, это канистр с бензином? Ну что, он забудет? Буквально все в этой квартире выдает притон. Пожелтевший от испарения йода стены, посуда и потолок. То тут, то там бутылки с непонятно вонючей жидкостью, самодельные наркоманские весы и повсюду использованные шприцы. Моешь пристал? Нет. С остатками вещества. Мытые. Мытые он, да? В полице мытые. Он мытый? Да. Товарищ Пинятый, обратите внимание, вот на полу лежит, видите? Жидкость. Да, сейчас я подумаю, покажу. Что это такое? Раствор, наверное. Раствор дезаморфина? Да, они здесь сидели. Вы как зашли, я же сидела здесь. 40-летняя женщина делает вид, что не имеет к притону никакого отношения. Хотя признает, дезаморфином ее угощали последний раз в ноябре. Наркополицейские уверены, подозреваемая лукавит. По их данным, наркокухня сначала располагалась в ее жилище, но после многочисленных жалоб соседей, им пришлось перебазироваться в эту квартиру ее знакомого. По данным оперативников, постоянных клиентов в этом притоне было порядка десяти. Страх разоблачения уступал желанию уколоться. Поэтому прийти сюда мог чуть ли не каждый желающий. Одни приносили ингредиенты, другие расплачивались за дозу деньгами. Эта простая схема крайне популярна среди наркозависимых. Сотрудники ФСКН убедились в этом, когда через месяц в феврале прикрыли в Воркуте еще два притона. То ли поприносит часть ингредиентов, либо это кодиены, содержащие препараты. Они передаются лицу, которое намерено изготовить наркотическое средство. После этого все ожидают, когда наркотическое средство будет изготовлено. Сбудчик, так его назовем, гражданин Украины, он непосредственно после изготовления наркотика разливает по шприцам и передает наркозависимым гражданам, которые здесь живы, в этой же квартире, и внутривенно его употребляют. Главная роль в этом спектакле наркотического суицида отдавалась так называемому повару. Именно он готовил из принесенных ингредиентов смертельно ядовитое блюдо. 27-летний уроженец Луганской области, приехавший в Заполярье на заработки, варить кустарный наркотик научился в одном из таких злачных мест. Похоже, без работы он не сидел. Квартиру для кустарной кухни в Ахтарику предоставил соучастник, 50-летний варкутинец. От сбыта готового дизаморфина луганчанин умудрялся даже получать доход. Полицейские нашли у него большой ассортимент недорогих канцелярских товаров, в том числе обычные шариковые ручки. Мужчина планировал отвезти эти школьные принадлежности в разоренный Донбасс и отдать их учительнице, своей девушке. Сейчас он под арестом и на родину вернется нескоро. С начала года сыктывкарские автоинспекторы привлекли к административной ответственности больше 400 пьяных водителей. Нетрезвыми за руль садятся как мужчины, так и женщины. Причем, пытаясь избежать наказания, подвыпившие дамы прибегают к разным методам защиты. От агрессивных нападок до очаровательных улыбок. Женский взгляд на автомобильные правила в репортаже Ольги Коняевой. Что говорит эта девушка, русскому человеку не понять. По крайней мере, трезвому. Особо женского пола явно перебрала. Все время, пока ее друга оформляли сотрудники ДПС, юная сыктывкарка отвлекала полицейских, пытаясь спасти бойфренда. Есть экипаж ДПС в Затоне. Подъехали бы, у нас девушка поблизости мешает выполнению административных процедур. Инспекторам пришлось заблокировать двери изнутри. Однако, как только полицейский открыл дверь багажника, краснодевица не упустила случая хоть одним глазком посмотреть на любимого. Посмотри, пожалуйста, мне. Одним глазом, смотри, пожалуйста. Он посмотрел уже на вас. Одним глазом, посмотри, вы же, стой. О том, что серебристой ладой управляет неадекватный лихач, в полицию сообщил законопослушный водитель, который ехал сзади и видел, как машина не раз проехала на красный свет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оказалась за рулем приятная девушка. Сначала она долго искала документы, потом, явно пытаясь держать равновесие, медленно прошла к патрульной машине. Вела себя абсолютно спокойно и часто улыбалась одному из инспекторов. Тот ей явно приглянулся, но столкнулась с сухой буквой закона. С помощью прибора-алкотектор Кобра, вот он, Данный прибор выдает результат как в электронном виде на табло, так и в печатном варианте на чеке. Вот тут-то и началось самое интересное. Дамочка, видимо, так устала, что никак не могла правильно выдохнуть. Делаем то же самое, глубокий выдох. Легкий воздух набрали, выдохнули. Полицейский держался стойко, но на восьмой раз он решил поменять тактику. И только 13-я попытка увенчалась успехом. Алкотессер показал довольно высокое содержание алкоголя в крови автоледи. Позже выяснилось, она не впервые нарушает правила дорожной безопасности. Было установлено, что девушка неоднократно привлекалась к консервативной ответственности за нарушение волосцедорожного движения. Более 20 раз за несколько лет последних. Другую любительницу приключений инспекторы ДПС заприметили, когда та выходила из кафе. Девушка села за руль серебристой лады. Патрульная машина двинулась следом. Водитель пятнашки попыталась скрыться, но проехала всего несколько метров и угодила на снежный бруствер. Давай, давай, извини. Признаки у нее были. Как и сказали ранее, мы пока приезжали в машину, видели уже ее, когда она возле кафе была. Это расстегнутая одежда, походка, немножко взгляд уже видно, что было. Приняла. При общении с ней исходил резкий запах алкоголя изо рта. Пыталась избежать всяческих наказаний, прикрываясь то, что у нее два ребенка, несовершеннолетних дома. Девушка очень нервничала, сказала, что работает в детском саду. Она мать-одиночка, и теперь ее детям придется ходить пешком. Готова была заплатить, лишь бы не забирали права. Взывала к человечности и даже предлагала полицейским вкусный ужин. Ну, пожалуйста, ну что, я не знаю, пойдемте ко мне, я вас борщом накормлю, неправда. Строгим автоинспектором, конечно, не до сантиментов. Пьяная леди за рулем представляла угрозу для жизни и своих детей в том числе. Кроме того, девушка не учится даже на собственных ошибках. Ее уже лишали прав за езду под шофе. Строгим автоинспектором, конечно, не до сантиментов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова